Целая делегация, глава района Олег Сухой, руководителя районной администрации Виталий Чехов и представители химкомбината приехали в скромную квартиру одного из домов Навлянского квартала, чтобы поздравить удивительного человека, ветерана Великой Отечественной войны, МВД Алексея Николаевича Перепелкина. Свет. Такие лампы горят. Вас встречают салютом. Здрасте, это я. Людмила. Алексей Николаевич Перепелкин в 1941 году ушел на фронт в составе краснознаменной дивизии имени Дзержинского, участвовал в обороне Москвы, был участником двух парадов на Красной площади 7 ноября 1941 и в параде Победы в июне 45-го. Вы уж извините, что мы большим таким коллективом, но действительно мы не прийти просто не могли, потому что вы великий человек, вы из того поколения, которое подарило жизнь нам и нашим детям. И в этот день хочется поздравить вас с прекрасной датой, с днем рождения и пожелания, конечно, одного – здоровья, здоровья, здоровья и крепости духа, потому что вы – живой пример для подражания, для нас, наших детей и внуков. Позвольте вручить вам букет цветов, пожать крепкую руку и пожелать еще раз здоровья, здоровья, здоровья. Администрация Воскресенского района поздравляет вас с днем рождения, с юбилеем, счастья, здоровья и благополучия. Конечно, вы для нас человек-легенда, мы на вас равняемся и ставим пример молодому поколению. Для нашей молодежи нужны и важны вот такие люди, как вы, чтобы было с кого брать пример. От всей души примите скромный подарок – здоровья, счастья, благополучия. После войны с конца 50-х 10 лет возглавлял Воскресенскую милицию. За эти годы отдел стал одним из лучших в области, а сам Алексей Николаевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. По состоянию здоровья был вынужден уйти со службы, но еще 17 лет отдал Воскресенскому химкомбинату, где работал в должности замначальника по кадрам. Позвольте нам от лица руководства предприятия Воскресенские минеральные удобрения, от кадровой службы, в которой вы проработали долгие годы, и от Совета ветеранов Воскресенских минеральных удобрений поздравить вас со столь славным юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья и бодрости духа. И весь тот задел, который вы оставили на предприятии, мы с гордостью будем нести в массы. Поздравляю вас. Спасибо. Всего хорошего вам. Этот уникальный человек и сегодня помнит все досконально, обсудил с представителями района систему ЖКХ и законодательства. У нас практически нет твердого законодательства по всем направлениям и направлениям в государстве. В этот день телефон в квартире ветерана не замолкал. Многие стремились поздравить нашего заслуженного ветерана с юбилеем. А вскоре прибыли и коллеги Алексея Николаевича из правоохранительных органов. В дар Алексею Николаевичу преподнесли красивую икону, которая заняла свое покидание. За душевной беседой Алексей Перепелкин рассказывал о годах своей службы в полиции. Он продолжает следить за работой правоохранительных органов, знает новые законы и даже раскритиковал переименование милиции в полицию. Я считаю, что не следовало милицию переделывать в полицию, потому что полиция зарегистрировала себя и в годы царизма, и в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях. С отрицательной стороны и в народе, а полиции хорошего ничего не сказано. Так, я думаю, что это может тоже сканяться на результаты вашей работы. И, конечно, Алексей Николаевич поздравил всех сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником. И в свой 95-й день рождения поделился секретом долголетия. Не должен человек быть никогда не злым, независливым, хорошо расположенным к окружению, любить людей и ценить их. Тогда будет и долголетие. И самое главное, не увлекаться мужчинам спиртным и курением. Оно сокращает жизнь. А еще и у жизненной креды. Не делай людям того, чему не будешь делать в семье. Денис Нитко, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.